Как насчет? Проверить. Тогда смотрим так. Если вы найдете такую же партнершку, которая тоже такое же понимание, как же бессекса, должна провериться, вы будете жить на этом уровне. Смотрите, куда вы опуститесь, на какой уровень отношений вы опуститесь. Почему опустимся? Ну, потому что это внизу находится. Это вторая часть. Почему не начать с этого? Ну, можете начать с этого. Смотрите, хороший вопрос. Может быть, просто зацепили за живое. Я тоже так же думал, поверьте, я сейчас расскажу, как я с этим вопросом. Будем гулять, ходить, понимаешь, а потом в кровать после этого, как наши прадеды делают, секс был только после женитьбы. А потом понял, что не подходит. Вот что теперь делать? А уже женился. 12 лет вот так. Представляете, вот замуж вышла действенница, ребенка родила, 12 лет прожила, не знаю, что такое секс. Очуметь просто. Очуметь. А потом глаза в 30 лет открылись. Что такое секс, да? Поняла. Сейчас критерий вот секс. А как вы узнали, как вы узнали, про что такое секс? Ну, потому муж ушел. А, окей. Или я ушла. А, окей. Это 12 лет, ну, все-таки вот. Хороший вопрос, ребят, да? Здорово. Ну, все-таки вот надо проверять. Я рад, что вы задали этот вопрос. Смотрите, задайте себе вопрос. Здесь как раз это экология, как раз я хотела вам в экологии сказать. Да, я. Почему я сказал, не влипаем в сексуальные отношения, в чувственные отношения. Не только в сексуальные, но и в сердечные. Я не открываю сердце. Смотрите разницу. А если открыли, а что делать? Это сейчас все. Давайте постепенно, окей? Смотрите, мне нужно на работу инженера. Я, у меня здесь 10 кандидатов. Я провожу интервью. Я сдаю вопросы, которые касаются моей профессии. Выбрать, чтобы выбрать, подходит человек на эту должность или не подходит. Я при этом не спрашиваю у него там, не раскрываю ему сердце. Он мне не открывает сердце, я не открываю свое сердце. Мы не входим в чувственные отношения. У нас честная статистика. Да, у нас есть общее понимание тела. Мы друг другу понравились, интересно. Но, чтобы теперь дальше, хладнокровно, разумно, без влияния гормонов, трезво оценить способности человека, я не должен быть пьян. Если я пьяный, ко мне человек приходит на интервью. Смогу я трезво оценить его способности, качественно? А когда мы находимся под гормональным опьянением, окситоцина, допамина, который приравнится к действию героина, можем мы трезво оценить способности человека? Все будет в розовых красках, вот такая классная, вот такой классный, суперевый. И чтобы потом те родственники не говорили, что он вообще такой... С кем ты хочешь отношения? Ты посмотри на него внимательно. Да что вы, да вы завидуете, вы не понимаете, он классный, он исправится. Мы работаем над этим. Найду кучу оправданий, я найду кучу оправданий своему устремлению, своему желанию. Потому что мой ум хочет уже это, он все, он уже это видит. Я же здесь, отдайте мое, не пускайте. И что потом происходит? Помню, да, что мы говорили, пресыщение, насыщение, отвращение. Стадия, все проходят, обязательно будет отвращение, период. А что останется, если я увидел в этом человеке только вот это чувственное наслаждение? Я не увидел, не успел уже видеть, потому что у меня уже все, я уже пьяный. Я не успел увидеть у него, не узнал, есть ли у него что-то, то более фундаментальное, духовное, душевное, ценности, которые для меня будут важны на всю жизнь. Как я могу в этом сексуальном состоянии, в опьянении, увидеть эту ценность? Как? Да, что ж. Прекрасный, замечательный сексуальный партнер и хороший, хороший сексуальный партнер. Замечательно. Сколько мы вместе наслаждаемся? Максимум 2-4 месяца. Может, у кого-то там суперэнергетика великолепная, 3 года. Обычно в наше сегодняшнее время до 6 месяцев, ну год максимум. Потом ты в утро просыпаешься, боже, ты кто такой? Что ты делаешь? Потому что ты мой муж, вот как я с тобой вообще жила-то все время, я не поняла. И в одно прекрасное время, резко, когда мы гормоны отрезвели, я просыпаюсь, ты сможешь, кто-то, может, замечал, кто был в прошлых отношениях, когда буквально резко она происходит, как будто стекло, когда сняли бельмо с глаза, я вижу другого человека. Другие качества совершенно, как я раньше этого не видел. А как я могу это увидеть, когда я нахожусь в этом состоянии опьянения? Поэтому здесь уже выбирайте по поводу секса. Стоит оно или нет? Да, это классно, это чувство наслаждения, конечно, важно. Но что будет потом за этим? А потом смотрим дальше, раскручим, надо сначала помакать в грязь себя, чтобы понять, надо мне это или нет. Окей. Классно, нам хорошо, нам замечательно, мы попробовали, понравилось. Естественно, я уже надел розовые очки, я уже ничего не вижу, мне всегда все пофиг, как уж что-то у него тащить. Нам хорошо в сексе, классно, супер. Время проходит, сексуальная страсть утихает. Приходит, наступает будня, а тут детишки как раз появились. Как бы результат, понимаешь, как же без этого, да, как правило. А еще, может, мы, так сказать, за состояние опьянения, кредит какой-то общий взяли, финансовые обязательства, там на 500 тысяч долларов, например, да, вот, и что потом, а потом трезвь пришла, начиная в будни, и мы смотрим у нас, там не складуха, тут не складуха, разные ценности, разные понимания, и что делать. А секс уже не удовлетворяет нас, секс нас не удовлетворяет, и этого уже недостаточно. То есть раньше только это было, все утреное уже не видели, а теперь же начал все остальное видеть, и там то, не то, и это, там не склад, там не склад, что делать дальше. И здесь мы приходим к раз тому, что где вы были перед этим, да, почему-то я хочу новые отношения-то начать. И пошел цикл сансары, и рождение снова, заново, я вот уженился, развелся, женился, развелся, и пока смерть нас не унесет отсюда. Пока смерть нас не разделит начательно, да. Все. И вот такая картина, смотрите, насколько это, и что, и опять будет то же самое. Вот вам помню, да, привязка, да, я уже влип, только я упал в сексуальные отношения, привязочка, дорогие мои, привязка очень сильная. И вам, опять, придется очищаться, проходите практики, которые мы проходили вот здесь три дня, очень сильные практики, очень тяжелые, они не длятся один день, окей? И что будет потом дальше? И вы опять по кругу все пошли, и так буду экспериментировать, тренироваться, дальше, дальше, и снова, и опять. Окей? Поэтому принимайте, каждый принимает для себя решение самостоятельное. Как поступать? Если я хочу секс, да, классно, это, конечно, классно, но как без этого? Ну, я должен сразу, пока еще вот хотя бы, как вот человек, который за рулем, да, вот ты идешь на партии какой-то, на какую-то вечеринку, ты понимаешь, что если ты выпьешь, тебя поймают, или авария будет, будет проблем больших. Поэтому я заранее, я знаю, что я могу поддастся этому испытанию, искушению, я слабый, ну, слабый, искушение, мы все поддаемся. Поэтому я просто на машине не приезжаю, я приезжаю на такси, чтобы даже не было искушения, возможности даже это. Поэтому я и предлагаю ту схему, которая меня защитит заранее. Я не открываю во время этапа сомнения, знакомства, сомневая, когда я выбираю, этап выбора, ну, что ты знаком, выбора, я выбираю 10, выберу каких-то 3 человека, пока не выберу одного ввиду спецназначения. Я, ограждая себя максимальной защитой, в то же время, чтобы человек узнал об оне как партнере потенциальном, и в то же время я не открываю себя, свое сердце, не залипая на чувства. Я не залипаю на чувства. Окей. А теперь по поводу сексуальной вообще-то, в самом деле, вот логический вопрос. Если бы так получилось, допустим, мы что сделали правильно, да, ну, поженились, и потом, блин, ну, секс-то идет вообще, капец. О чем это говорит? Как вы, друзья, вот скажите, вот такая ситуация, мы сделали все по схеме, как вот Ярослав нам поделился. Окей, поженились, а потом, блин, во-первых, я никому ничего не говорю, что я делал, да, чтобы меня не вспоминали. Просто делюсь. Как вы думаете, что, что, что за проблема? Вот поженились, первая ночь, проблема с сексом, что делать? Какая причина? Не открывайте, мы первая, мы живем. Да, вопрос. Это по первой ночи не судим. А, здорово, правильно, да, так, отлично. Что еще? Наверное, надо про это говорить, правильно? Что-что? Почему может быть много с разных сторон, мы просто можем обсуждать. Обязательно обсуждать надо, да. А если вот партнер вот закрывался, вот я не буду, у меня все хорошо с тобой не так. О чем это говорит? Очень важный момент, друзья, я еще всем рассказал, восклицательный знак. Это очень важный момент, если вы хотите иметь качественную схему, я сейчас даю полную схему, но ее каждый нужно наполнить содержанием. Вопрос определения Маданского и Штеменского набора. Качество определения. Если я заметил, что человек не сексуальный, для меня не подходит, значит, я пропустил момент проверки правильной. А как проверять, так вот подумайте сами, вы сейчас найдете ответ, как можно проверить, насколько чем подходит, не сексуальный или не подходит, не вступая в сексуальные отношения. Ну, это танцы, по сути, как. Отлично, танцы. Первое, я когда еще помню, в мореходке был, да, я думаю, что знал, простите, девушки, как бы узнать, что девочка, она или не девочка, девственница или не девственница, как бы нужно здесь, с ней даже нечего говорить, что там все закрыто, там даже не о чем говорить. А если она уже, как бы, уже имеет опыт, то, как бы, можно с ней что-то поговорить. В танце, как, танцуешь, вальс и ты что? Если она, как бы, не имеет опыта, она зажатая, она вот такое бревно, короче. Если она уже, она уже более женственная, мягкая, движение у нее и так далее. То есть, правильно вы сказали, значит, мы можем в танце, в отношении, когда мы в процессе уже, поэтому у нас следующий этап, там есть эксклюзивные отношения, когда мы уже общаемся, мы же танцуем, мы, мы, никто не запрещает нам обниматься, окей? О том, как человек ухаживает за тебя, как ты, его феромоны, это посознательно, что, кстати, определяем на самом первом этапе, причем вообще хотим что-то делать с этим человеком, да? Это одно из качеств внутреннее наше, природное продолжение рода, феромоны, окей? Как он пахнет? Просто как видится. Мы просто не сознаем, но это на подсознание. То есть, как человек тебе прикасается, какие слова говорит, какой у него голос, да, какие движения, поэтому же всего прикосновения, да, даже там поцелуй в щечку, да, если не хочу, скажем, в чувство, в одежду, в губы даже не целуйся, да, это же все чувствуется. Ну, как можно не почувствовать это все? Это же настолько... Просто надо быть внимательным. Можно подать 18? Да, даже быть... Ну, нужно, да, ну что, нужно, да. Именно потому, что нужно проявить? Знания нужны, да, когда нет знаний, когда нет знаний, поэтому это результат. Но мы принимаем все, что мы имеем, мы принимаем со семейными отношения, мы принимаем как урок, это должно быть. По поводу тантры, это один из вариантов, смотрите, это обмен тонкими энергиями. Значит, я считаю, что оно допустимо только, опять же, мы только между близкими людьми. Это конкретно, это секс на тонком плане. Звали бы желательно, это... Да, не получится, наверное. Привязки есть или нет, как вы думаете, если это... Да, есть. Что говорит дальше? Здесь привязка. Я привязался к Васе, к Пете, к Коле и так далее. Как же выбирать? Почему, я говорю, когда процесс выбора идет, должен быть хладнокровный. Как я, например, при выборе, интервью, 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 на позицию какую-то. Если он мне раскроется, там, нет, девушка, она раскроется, там, плачет, ой, работы нету, денег нету, муж бросил, пропадаю без этого. И я открыл ей вот это свое сердце, страдание тоже, сочувствие. У меня сердце раскрывается, как, ну как ей, помочь человеку надо. И я вижу, она вообще, ум, мне говорят, она вообще никакая, она специалистка, у нас куча проблем с ней будет, но сердце чувствует, что надо помочь человеку. Они, если они доминировали, я его беру на работу, а потом страдаю. Почему нельзя открывать чувства? Когда на этапе мы знакомства, мы держим себя на дистанции, мы общаемся мило. Не знаю, что я должна быть там колода такая. Я общаюсь мило, нежно, как она мне есть, но я не допускаю близко. Keep distance. Я держу дистанцию, безопасную дистанцию, чтобы не влипнуть в чувства. Как на вербальном уровне общения, да, то есть не открывая сердце и не позволяя чувствам туда войти. Ни сексуальные, ни сердечные отношения должны быть. Это моя защита, очень важная защита. А если человеку в дальнейшем открывается, нравится его все эти качества, и девушка начинает уже как-то чувствовать, открывается ему, а он на тот момент ее разочаровывает. А что, типа, она не хочет к ней близко отношения, что ли, по тебе? Даже после близкого отношения, когда произошли, в этот секс, и потом оставил ее. А она... У нас прилипло уже, все. У нее чувства остались, а он к ней уже все. Ну, так мы же про это говорим, что не надо этого делать, да. Вот поэтому нельзя... Что-то? Незнажды мы можем контролировать эти... Хороший вопрос, а то я еще только сказал. Техника безопасности, чтобы не влипнуть в эмоциональный стэш, то не целуюсь. Если я чувствую, что если ко мне даже прикоснуться, я уже испытываю чувство... Теряю голову, да, значит, я дистанцию еще дальше держу. Нет, на вот этапе выбора. На этапе выбора, на этапе выбора. Как выцеловаться можно? Все зависит от вас, насколько вы можете контролировать ситуацию. Если вы считаете, что... Если вы считаете, что поцеловал вас, скажем, вы не влипнете в состояние, но, как правило, да... И так же... Еще зависит от мужчины, что он хочет от девушки. Вы выбираете того мужчины, который западает вам под... Если мужчине нужен секс, прежде всего, да? Да, и большой. Тогда вы говорите, до свидания. Но если для вас это не вписывается, значит, вы ждете, что он от вас будет хотеть. Если для него переступенна, то есть секс... Еще раз говорю, ребята, я сейчас произвожу тему, как можно определить, суциальный человек или нет. В природе нет такого, чтобы не было... Если человек не больной, в природе все созданы первые три чакры. Размножение это по дефолту, по умолчанию, качество, которое мы рождаемся. По умолчанию. То есть, если человек не кривой кармы, не наказал, что у него там импотенция или она там бездетная, тогда все нормально, все не положено иметь. Все остальные имеют по дефолту. Этому не надо учиться. Окей? То есть, что задача какая? Просто нужно раскрыть свою чувственность. Прочувствовать, насколько вы совместимы, притягательны. Если в предварительном знакомстве, когда ты слышишь голос, поведение, тон голоса, манеры, прикосновения, походка, гайз, кому я рассказываю, девушке, вы же это все знаете. Вам не надо что рассказать. Нам мужикам надо по полочкам разложить. Вы все чувствуете. И вы сразу все можете понять, сексуальный он или сексуальный. И когда вы это все... Если вам человек нравится до этого, то у вас проблем здесь уже не будет. Когда настаёт этот момент, экс, не будет проблем вообще. Потому что вы же знаете, что сексуальное удовольствие это не фрикции. Что такое наслаждение от секса? Это эмоции, которые возникают в сердце, в уме и в сердце. Они должны приступать из сердца. Предварительные игры. Если мне здесь хорошо с человеком общаться, мне приятно с ним просто находиться, то когда у меня будет еще и физическое прикосновение, это будет максимум. Это будет просто вау, бабах. Вспомните себя, когда вы влюблялись. То есть вас влюблялся в детском возрасте. Когда ты влюбляешься, вот искренне показатель того, что когда ты влюбился в человека, на самом деле, не в сексуальном плане, а как его душу, сердечную любовь, тебе просто приятно с ним находиться. Ты даже в это время не думаешь о сексе. Тебе просто с ним приятно находиться. Если вот это состояние есть, тогда, когда мы общаемся, изучаем друг друга по нашему мадамскому-зуменскому набору, тогда у нас не будет проблем, когда у нас только физические отношения. Напомните, пожалуйста, я хочу рассказать сейчас вопрос. Это отличие мужчины и женщины перед ухаживанием, наше сексуальное состояние, гормоны, окситоцин и адреналип. Он разный, мужчины и женщины. Ваш вопрос. А сколько встречался до свадьбы? А мы же говорили. Скажите, это тоже разный. Есть, есть, зависит от того, насколько у вас, какой ваш жизненный опыт, насколько быстро вы можете друг друга узнать. Какая ваша ситуация? То есть я, может, я вот как новичок, я не знаю, да, мне, может, надо там год изучать. Но есть какие-то общепринятые нормы, которые связаны с чем? С тем, что мы должны побыть в разных ситуациях жизни. Потому что в стрессе мы изучаем друг друга. И обычно год идет. После помовки от полугода до года. Помовка, мы в это время, когда мы вступаем уже в такие реальные отношения, когда мы моделяция будущих отношений, мы даем себе полгода год для того, чтобы изучить себя друг друга во всех тех ситуациях, которые реально будут в нашей жизни. И здесь мы должны работать максимально, качественно и разносторонне для того, чтобы узнать, увидеть, чтобы не было потом неприятных неожиданностей. Поместить друг друга во все разные ситуации. Есть такие понимания виртуальной игры и реальной жизни, когда мы помещаем пару в определенные ситуации, которые не хотели бы продекретировать, для них важно, в соответствии с их ценностями, мадамских и немецких наборов, чтобы проверить, насколько они будут себя правильно вести в этой ситуации. И показать им, над чем надо работать. Как вот виртуальные полеты, симуляция полетов, да? Окей, понятно, где пропустили. Работаем. Лучше задание посмотреть, чем потом ждать реальности. Теперь хочу напомнить по поводу, также вы должны помнить, вот почему происходит разочарование в сексуальной активности, когда мы встречаемся, а потом когда мы начинаем уже жить обычной жизнью. Вы знаете, что во время сексуального возбуждения, вот этого ухаживания периода, самое сильное, что меняет нас, это гормоны, гормональный фонд. И у мужчины, если в обычной жизни у нас доминирует мужской гормон, и мужской гормон прогестерон, тестостерон, и женский прогестерон, у нас в меньшей части. Также, когда мужчина влюбляется, у него доминирует окситоцин, выходит, окситоцин это гормон женский более, это нежность, чувственность, романтичность, да? Вот такое состояние, такое вот душевности, полета. Когда мужчина влюбляется, начинает процесс ухаживания, у него этот гормон доминирует, окситоцин выбрасывается больше в кровь. А адреналин, который вот эта агрессия мужская, напоритость, он становится меньше. И мужчина в результате становится, ощущение у женщины возникает, что мужчина такой романтичный, он такой нежный, такой чувственный, такой внимательный, прям как я. Как я женщина. То есть, ну классно, она чувствует себя очень здорово, он прям думает как я, он говорит как я, он понимает, что ей не нужно. У женщины же наоборот происходит. Когда женщина в этом состоянии влюбленности, у вас увеличивается количество адреналин, подскакивает, что дает более такое жесткое, что увеличивает сексуальную активность. А окситоцин уменьшается. Когда нет, получается, мужчина думает, что, слушай, она такая же, слушай, она активная, она такая сексуальная, она все время хочет. Классно, здорово, слушай, это то, что мне надо. Вау! Я всю жизнь тебе искал. Вот это моя женщина, понимаешь? Не надо, понимаешь, упрашивать в любой момент, в любом месте. Пожалуйста, всегда готово. Прям как, ну, как я. Чего еще надо? Это природа же все очень хитро делает, чтобы свести нас, вот это запаморочное, наслаждение. Мы же здесь, чтобы наслаждение получалось. Если бы мы заранее знали, что будет... Размножаться. Абсолютно верно. Исходя из первого размножения, разводить и размножать. Если бы мы заранее знали, что будут трудности, проблемы, после того, когда мы женились, через год, то кто захочет жениться? Мы же наслаждение хотим получать, а не отрабатывать здесь каторгой, понимаешь? Мы смотрим за, что приятное. А то мы, ну, где-то далеко там, может, не будет, может, пронесет оно же. Да, я переделаю, помою, почищу. Нас это не коснется, у нас все классно, мы же самые лучшие, мы как мы любим друг друга, у нас такой секс классный, у нас не может быть проблем. А что, ребят? Ну, то есть, вы советуете вот где-то возвращаться к этому? Полгода-год до брака. Ничего не советую, потому что не хочу принимать карму. Я делюсь за тем, что обычно, да, обычно полгода-год, для того, чтобы узнать друг друга. Опять же, зависит от, ну, меньше полгода не рекомендуется. Почему? Потому что, ну, как бы, как вот помидор, надо поспеть, там, месяц надо, ну, не можно за один день поспеть. Есть какие-то оптимальные сроки. Все, конечно, зависит от вашего качества. Можно подать время то же самое, но результат будет не тот. Вот качество, которое мы вкладываем в сам процесс, как мы будем познавать друг друга, насколько мы создаем себе разнообразие этих всех ситуаций, которые позволяют нам познать друг друга, насколько правильно мы проходим этап второй изучения друг друга. Насколько я думаю, ну, надежный. Как ты знаешь, надежный? Ну, сказал, что надежный. Чувствую. Я поверила. Он же честно говорит, смотри, у него глаза честные. Он никогда меня не обманыв пока что. Я ему верю. Окей? Это очень важный момент, ребята. Очень, я прошу, обратите внимание. То есть, вам нужно глубоко это изучить. Очень, не очень важно. Не в том, а с знакомым. Помог, больше можно еще два года. Сейчас мы проходим этап. Итак, мы с вами где остались на этапе выбора. Это мы только на этапе выбора, да? У нас тут 5 шагов есть. В принципе, сейчас быстренько еще раз осталось. Итак, совмнение выбора. Так, хорошо. Дальше. Эксклюзивно. После того, когда мы проверили из этих 10, выбрали себе одного наконец-то на решке. И вот с ним мы уже вступаем на взаимные отношения. Когда мы проверили по всем категориям, по нашим адамским местным наборам, проверили то, что все эти качества, они действительно те, которые он заявляет, которые у него есть, мы сейчас выбрали одного этого, Васю, и начинаем строить с ним отношения. Всем остальным, что мы делаем? паузу, а вдруг спаси не получится, что будете делать-то? За покой. А как красиво это сделать? Как вот красиво сделать, когда вот было 10 человек, вот с теми знакомился, общался, давал, так сказать, надежду, что будем дальше. Выбрал только одного, что делать дальше? Я слышно уезжаю в Испанию на 2 года. Молодец, отлично, отлично, отлично. Как бы, культурно пропасть, культурно пропасть, как бы, ну, куда-то там я уехал, куда-то там учеба или командировка, что-то там, телефоны, естественно, телефоны я должен поменять, конечно же, вы же понимаете, чтобы не беспокоить. Как бы, ну, уехал там, куда-то на заработки, за границу, или девушка там говорит, что-то там. В общем, культурно красиво пропасть, вы еще не обрезаете полностью, потому-то вы еще не уверены. Вы выбрали, он кандидат, но он еще в процессе генеральную проверку не прошел, еще в связи на отношения, близкие отношения, помолку еще не прошло. Пока колечка нету, пока мы помолку, клятву не дали другому, мы не женаты. Окей? На любом этапе экологично выйти. На любом процессе этого пути можно выйти. Лучше сейчас выйти заранее, даже если уже свадьба назначена. Ребята, вы обалдеете, про свадьбу вспомнил. Да? Знакомая клиентка, которая свадьба должна быть 8 августа. Ее жених уехал на месяц, уже месяц, как они остались, он уехал на заработку. Уехал за границу на заработку заработать деньги на свадьбу. Это он не в стурнапрабан? Не-не-не, он просто, нет, он поехал зарабатывать деньги на свадьбу. Реально. Она месяц пожила сама. Все это время, пять лет, они жили вместе. Они жили в гражданском браке, но решили вот жениться. Молодцы, конечно. Классно. Месяц, месяц она пожила одного без него. С 5 лет, все время были вместе. Месяц она пожила только одна. и она пришла к выводу того, что она не хочет за него замуж. То есть, конкретно говорит, я не хочу за него замуж. То есть, у нее пришло осознание тех качеств, которые абсолютно она не готова смириться, что у него отсутствуют, или те, которые есть. И ей нужно было это осознать только тогда, когда она осталась одна. Это естественно, когда я под инфлюенс нахожусь, под влиянием отношений, мне сложно трезво посмотреть на отношениях. Поэтому порой очень полезно на этих этапах отойти, охладиться, остыть, переосмыслить. И особенно нельзя торопиться с процессом прохода с семейной парой, которая, да, вот если кто-то из вас проскочил период выбора и сомнения, познакомиться с девушкой хорошая, классная, тем более сексом вступили. Все, 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 женюсь. Хороший, порядочный парень, да? И что дальше происходит? Женился, потом, елы-палые, а у меня там Маша была и Соня классная такая, и Лариса и такие девчонки классные. И что, начинаешь думать, а лучше ли выбор я сделал? А лучше ли это выбор? Например, я говорю, там девушка едет на отдых, в ППХ-ах, время-то нет, уже пора замуж, понимаешь? Да? Забежала, первая павшаяся лавочка купила, платье какое попалось, вроде нормальное, прикинул, и она сказала, супер, сила сидит в самолете, летит, а потом сидит, думает, ой, а лучше ли я платье-то взяла? Может, что-то там подешевле было, покачественнее, и фасончики разные, там столько магазинчиков было, а я что-то дура забежал, а в первой павшейся, и что? И все время будет меня вот эта мысль точить. А лучше ли вариант я взяла? Да? Лучший ли вариант я взял? Будет точить? Если я прошел период сомнения. Если я прошел период сомнения, меня не будет уверенность, что я взял самый лучший вариант, который мне нужен. Поэтому, поэтому очень важно, если вы уже в отношениях, как период с этой девушкой, которая пять лет прожила вместе, и когда ей уже говорят, готова через месяц колечко одевать, а она поняла, что это совсем не то, что ей нужно, нужно пройти период сомнения, сомневаться, выбора, период выбора, период выбора, чтобы я максимально возможные варианты пересмотрел, которые для меня допустимые. Разные варианты. Опять же, не вступая в близкие отношения, это понятно, да? Чтобы я потом, когда я уже выбрал, сказал, что да, вот ты самая классная, ты самая лучшая, я готов быть с тобой на всю оставшую жизнь, тогда я могу сказать, что я уже успокоился. А иначе будет так терзать жизнь всю жизнь. Это будет терзать всю оставшую жизнь.